Прямо как в фильме ужасов, недалеко от поселка Искра, кроваво-красное озеро пугает своим видом проезжающих мимо автолюбителей. Заметить его не так уж и просто. Он находится недалеко от поселка на второстепенной дороге. Вот только проезжая мимо него, наверняка у любого водителя могут появиться вопросы. Самый главный, конечно же, касается самого водоема и живности в нем. Вот такой вот красивый водоем с красным льдом. Не пугает озеро только местных жителей. К его цвету они привыкнуть успели, а к запаху и подавно. Дело в том, что это никакое не озеро, а пруд-накопитель. Пруд построен в середине 70-х годов и все время используется в целях свинокомплекса. Красный цвет появился порядка 4 лет назад, после того, как очистные сооружения свинокомплекса заработали в полном технологическом цикле. А красный цвет – это следствие пигмента, вырабатываемого бактериями в процессе их жизнедеятельности. Сотрудники предприятия рассказали, что это замкнутый цикл. Сюда поступают стоги после биологической очистки. Циклы в ней такие же, как и на городских очистных сооружениях. Потом эту воду забирают, качают на гидросливы и опять используют. Уровень воды в пруду остается неизменным – полтора миллиона кубометров. А за соблюдением выполнения законодательства постоянно наблюдают надзорные органы. Пруд соответствует всем нормам и показаниям и ежегодно проверяется поднадзорными органами Росприроднадзора. В 2017 году сотрудниками Росприроднадзора проводилась комплексная проверка предприятий, подлежащих федеральному надзору. Осмотрели и АО «Рязанский свинокомплекс». По словам ведомства, нарушения были выявлены, но незначительные. Такие, как недостаточная очистка сточных пот, негерметичность очистных сооружений и так далее. То есть нарушения, которые могут возникать и устраняться силами предприятия. АО «Рязанский свинокомплекс» был оштрафован. Выявленные нарушения устранили. Хочется еще раз сказать, что этот пруд, который имеет иногда красноватый оттенок, это показывает то, что очистные сооружения производят очистку сточных вод, эксплуатируются, работают в соответствии с их назначением и производят очистку. Однако другой контролирующий орган, природоохранная прокуратура, выявил другие нарушения при работе. Природоохранной прокуратурой в текущем году была проведена проверка деятельности Рязанского свинокомплекса по эксплуатации гидротехнического сооружения. И было установлено, что это сооружение эксплуатируется с нарушениями действующего законодательства. Отсутствуют правила эксплуатации гидротехнического сооружения. Отсутствуют лица, которые имеют соответствующую квалификацию по эксплуатации гидротехнического сооружения. Отсутствовали критерии безопасности гидротехнического сооружения. По всем нарушениям вынесено представление в адрес организации, но оно не было удовлетворено. В связи с этим сотрудники природоохранной прокуратуры обратились в суд. Ведомство возложило обязанности на предприятие обеспечить безопасность пруда накопителя. Также в управление Росприроднадзора направили информацию о цвете пруда накопителя для необходимой проверки. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.